Здравствуйте, товарищи! Я Вероника, и в сегодняшнем видео покажу вам несколько очень простых идей новогодних рождественских открыток. Пожалуйста, проверьте, что вы подписаны на канал. Мы идем к 2000 подписчиков, поэтому очень важно, да, проверяйте там, что вы подписаны, ставьте лайковаться. И вот я уже вам показываю первый вариант. Для начала нужно просто расположить несколько зеленых пятен на листе. Будет круто, если они будут немножко разной формы. Что-то более узким треугольником, что-то более широким, что-то повыше, что-то менее вытянутое. И, как вы могли догадаться, естественно, из этих пятен мы будем рисовать елочки. Когда краска подсохла, просто берите, ну, желательно черную какую-нибудь гелевую ручку. Ей это будет смотреться наиболее симпатично, на мой взгляд. И каждое пятно по-особенному прорисовываем. Хотела дать небольшой совет по поводу прорисовывания петелек. Либо потренируйтесь заранее на отдельном листочке, либо сразу просто учитывайте, что не бойтесь делать крупные завороты, потому что крупные петли всегда смотрятся более выигрышно. По поводу вот этой елочки с горизонтальными полосами тоже сразу отметьте себе самую коротенькую полосу, самую широкую, чтобы вот этот вот пирамидный переход получился наиболее аккуратный, плавный. Вы можете использовать те варианты, которые я показываю, или совершенно легко придумать самостоятельно, как заполнить вот это зеленое пятно. Смотрите продолжение в следующей серии. Когда все елочки прорисованы, самое время их немножечко украсить. И здесь вы можете, конечно же, использовать разноцветные краски. Лучше всего подойдут какие-то плотные, это акрил или гуашь. Либо вы можете пойти по пути, по которому пошла я, выбрать какой-то один цвет. Например, я выбрала золотистый акрил у меня был, такой металлический. И я им просто понатыкала такие огонечки на этих елках. Но вы можете подойти либо индивидуально к каждой елочке, либо, например, красные украшения тоже будут здорово смотреться. Либо на всех елках пестрые. Короче, как вам захочется. Следующая открытка это большая-большая пушистая елка, которую на себе везет маленький автомобильчик. И здесь, смотрите, главное не пролететь с композицией. Сразу располагайте большую елку в верхней половине листа. И думайте о том, что она у вас будет больше. Тогда это просто будет более милый эффект. Она будет больше, пышнее, чем машинка, которая ее везет. И учитывайте, что елка, когда лежит на крыше, нижние веточки у нее немножко получаются примятые, а верхние торчат наверх. Поэтому, видите, я так нарисовала, снизу более ровные ветки расположила, а наверх можно их распушать, не бояться. Опять-таки, цвет автомобиля может быть любой, но я выбрала красный просто, потому что сочетание красного-зеленого, оно и контрастное, и плюс оно довольно новогоднее. Украшаю елочку желтыми шарами золотистыми. Ну, в этот раз просто желтыми. Чтобы создать ощущение движения автомобиля, во-первых, рисую кривые колеса, да, такие, как будто они вперед куда-то летят, такие вытянутые, овальные. А во-вторых, рисую развивающуюся гирлянду, или это дождик, мишура какая-то с елки. И финальный штрих — это раскидать снежок и на елочке, и на автомобиле, и обозначить маленькие снежинки. Здесь будьте аккуратны, особенно если вы рисуете просто на белой бумаге, потому что если вы добавите слишком много белого, у вас силуэт елки и машинки распадется, да, и будет просто как будто пятна не прокрашены. Ну, ощущаться так будет, понятно, что это будет видно, что это краска, но картинка станет менее понятной. Поэтому здесь не перебарщиваем, осторожненько добавляем снежинки. Следующая идея лучше всего воплощать на тонированной бумаге, на коричневой. Лучше всего, конечно, чем темнее бумага, короче, тем будет эффектнее. Рисуем такой а-ля стеклянный шар, внутри которого елочка. Ну, на самом деле, внутри может быть что угодно, может быть и домик, может быть и символ наступающего Нового года, Ну, просто елочка это и по-новогоднему, и волшебно, и реально у вас совершенно несложно. Вы увидите, как я просто кистью довольно реалистично передаю вот эти еловые веточки. Здесь главное не аккуратничать и не бойтесь вот просто так вот несколько небрежно делать мазки, тогда елка будет максимально натуралистичная. Ну, и вокруг нее, естественно, мы добавляем снегопад. И последняя идея на сегодня — это праздничный город. Тоже мне захотелось сделать это на тонированной бумаге, но вы, конечно, можете сделать это и на белой, просто с некоторыми нюансами. Там мы в конце будем добавлять снег. Его можно будет сделать, если белая бумага, его можно сделать, например, голубоватым. Тоже будет хорошо смотреться. Но на крафтовой бумаге это сделать проще, и опять-таки получится контрастнее. В общем, суть в чем? Просто на всей площади открытки вы рисуете максимально разнообразные домики, какой только возможно придумать формы. И вытянутые по вертикали, и вытянутые по горизонтали, с заборчиками, с окошками и без, с трубами. Возможно, вы нарисуете какую-нибудь церквушку. Ну, в общем, максимально включаем фантазию и делаем такое разнообразие. Следующим шагом берем фантазию. Берем снова нашу гелевую ручку и прорисовываем в каких-то домах темные окошки, в каких-то черепицу. Где-то заранее там оставьте местечко. Можно нарисовать елку. И соединяем гелевой ручкой все домики такими ниточками, на которых мы можем расположить либо праздничные флажки, либо гирлянды, как сделала я. Гирлянды рисовала золотистым акрилом, поэтому его не очень хорошо видно, но он бликует при повороте листочка. Это тоже интересно. Если вы хотите, чтобы огонечки было прямо видно, лучше выбирайте просто светло-желтую краску. И самый такой приятный момент – это добавить снежок на крыше, на заборчике везде-везде и белые следы от домика к домику. Пишите, какая из сегодняшних идей вам понравилась больше всего. Я очень надеюсь, что что-нибудь из этого вы воплотите, потому что открытка – это классное дополнение к подарку, которое сделает его более индивидуальным и приятным для получателя. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы досматриваете видео до конца, за то, что вы со мной. Для меня это очень важно и приятно. Надеюсь, вы подписаны, потому что я очень жду 2000, новая цифра. Ура! Как всегда, жду вас в комментариях, и до встречи в новом видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok